Добрый вам всем вечер, а может быть день. Уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня я с немалым трепетом, не скрываю этого, на этой замечательной сцене в кругу наших друзей отмечаю праздник, который я очень хочу, чтобы ни с одной стороны не был похож на то, как в русском, с позволения сказать, шоу-бизнесе пытаются отмечать какие-то даты. Сегодня здесь все будет совершенно наоборот. Сегодня действительно 30 ноября 2015 года. Сегодня действительно отмечается честных 30 лет студии «Ночное такси». Сегодня действительно 30 музыкантов и ровно 60 музыкальных композиций на сцене крупнейшего и новейшего, кстати, Петербургского музыкального клуба А2. Все это для вас и все это действительно будет происходить. Но основной принцип похож на то, что сейчас, мне, кстати, очень нравится эта тема, называется «Антикафе». У нас все это антизвездно. Все музыканты, которые будут на этой сцене, все музыканты, которые будут дарить вам свои песни, это действительно друзья нашей студии. Здесь появятся люди, которые действительно работают с нами 20 и более лет. Здесь появятся музыканты, которые работают с нами первый год и увиделись очно с нами впервые. И основная задача вот этого большого двухсерийного фильма – дать возможность вам, нашей огромной аудитории, встретиться с той искренней музыкой, которой студия «Ночной такси» и я, Александр Фомин, посвятили 30 лет своей жизни. Я начал заниматься это совсем молодым пареньком, мне было 19 лет. И моя основная задача была помочь людям, которые тогда, в 85-м году, когда Михаил Сергеевич Горбачев разрешил все, что не запрещено, вот был такой лозунг, если помнит среднее поколение моих ровесников, моя задача была помочь людям, которые поют искреннюю, простую русскую музыку, найти свою аудиторию. Поверьте, за 30 лет вот та задача, с которой мы все это начинали делать, она совершенно не изменилась. И мы абсолютно не изменили себе. Для студии «Ночной такси» не существует каких-то коммерческих звезд. Студия «Ночной такси» никогда в жизни не делает ничего ради того, чтобы это было сделано для какого-то, как в Москве говорят, пафоса или заработка. Основная логика деятельности нашей компании, подчеркиваю, наше кредо не изменилось. Наша задача искреннюю, независимую российскую музыку снабдить всем тем серьезным техническим антуражем, теми техническими возможностями, которыми мы обладаем, выпустить ее в люди, и самое главное, помочь талантливым музыкантам найти своего слушателя и зрителя. Что касается того, что происходит сейчас, я, конечно, с огромной благодарностью к международной корпорации Google. У нас контракт именно с Google, и сегодняшний фильм, он знаменует собой ровно пять лет работы телеканала «Ночной такси» на YouTube. Я ехал сегодня сюда на эту запись, и мы с Мишей Дюковым открыли планшет и посмотрели. 24 миллиона и 532 тысячи с небольшим уникальных зрителей посетили телеканал «Ночной такси», начиная с ноября 2010 года по сегодняшний день. Для меня очень важны эти люди, потому что я знаю, как устроен YouTube. Это действительно честные IP-адреса, это разные компьютеры, которые и отражаются в социологии YouTube. На нашем телеканале более 1900 больших и маленьких фильмов, снятых нами, и мне очень приятно, что почти 24 миллиона и 600 тысяч разных зрителей посмотрели то, что мы уже пять лет предлагаем для вас на YouTube. Подчеркиваю, не ориентируясь ни на какую коммерцию и ни на каких звезд. То есть я с большим уважением каждому из наших зрителей, я с большим уважением каждому человеку, который любит хорошую русскую песню и что-то о ней хочет узнать. Ну вот еще раз говорю, никакого абсолютно пафоса, никакой торжественности, никаких вручений, премий, танцев в перьях и все прочее. Но рассказывать, конечно, мы с моим другом Михаилом Дюковым будем о каждом, кто появится на этой сцене. И также, дорогие друзья, я обещал заранее несколько сюрпризов, и обязательно они сегодня будут. Здесь будут и очень известные музыканты, которые прошли с нами годы. И, конечно, о каждом из них я буду рассказывать, потому что прошли годы нашей дружбы, и они прошли через годы с нами. Поэтому моя задача сегодня представить вам действительно много интересной и, поверьте, достойной музыки. Что касается сегодняшнего концерта, то выглядит он следующим образом. Мы, кроме того, что будем с Мишей рассказывать о музыкантах, еще, как это, в общем-то, принято во всех больших компаниях, покажем вам в коротких обвязках, в коротких интервью тех людей, которые находятся за кадром. Те, кого вы не видите, а видите только в титрах наших фильмов. И, конечно, для меня очень важно, чтобы эти люди пожелали вам что-то в этот памятный для нас день. Итак, это Санкт-Петербург. Это 30 ноября 2015 года. Это 30-летие продюсерской компании и студии «Ночное такси». И одновременно отметка честного пятилетия одноименного со студией телеканала на гигантском, не побоюсь этого слова, международном хостинге YouTube. Мы начинаем. Сегодняшний наш юбилейный фильм-концерт открывает замечательный питерский человек. Я всегда с трепетом отношусь к людям, которые нам доверяют. Совершенно незаметно прошли те пять лет, как мы работаем с талантливым автором Вадимом Тафанюком. Он нашел нашу студию сам, он принес нам первый изданный для себя альбом. И мне исключительно понравилось то, что он делает. Это музыка взрослого серьезного человека, он сам пишет стихи и музыку. Это музыка, которая находится в четком понимании современного музыкального рынка. То есть, на самом деле, это фактически кросс-проект. Конечно, вне всякого сомнения, это хороший умный шансон для взрослых, но также это, конечно, и вне всякого сомнения, очень похоже на современную рок-музыку. Тщательно, аккуратно, с гитарным саундом. И я очень рад, что каждый год уже в течение почти без малого пяти лет выходят альбомы Вадима Тафанюка. Ни один наш фильм-концерт практически не обходится без этого талантливого человека. И я очень рад, что сейчас, в день нашего 30-летия, он вновь здесь, на этой сцене. Итак, встречаем Вадим Тафанюк, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Улыбка смелая, в волосах сияет дрожь. От посты на пожеланья, всех парней бросает в дрожь. В платье красном подойдет она на высоких каблуках. Наливает тебе мысленно в губах афродизиак. Захмелеет жертва хищницы, будто выпьет чистый спирт. Днем для всех она отличница, остемлеет. Режим флирт. 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 Но в какой-то миг почувствовал, где лежат ее ключи. Может быть и неосознанно, но режим тот отключил. Я очнулся ночью темною, пробудившись ото сна. Где гостила в миге домной в царстве Морфия она. В платье красном подойдет она на высоких каблуках. Наливает тебе мысленно в кубок афродизиак. Захмелеет жертва хищницы, будто выпьет чистый спирт. Нам для всех она отличница, а сильнее. Режим флирт. Режим флирт. Режим флирт. Режим флирт. Режим флирт. Режим флирт. Флирт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» На сцене питерского клуба А2 сейчас появится замечательный музыкант. Я, откровенно говоря, когда впервые услышал его песню, это было совсем недавно, два года назад, даже не поверил, что кто-то сейчас, тогда это был 2013 год, может писать в такой стилистике. Я давно не слышал городской сатиры, я давно не слышал песен разговорного плана, фактически, по построению. То есть во многих из композиций даже нет припева. Но, однако же, это слушать интересно, потому что это разговор взрослого человека со своими друзьями, причем с друзьями близкими. В подмосковном Климовске живет замечательный человек Юрий Алешечкин, который сам себя назвал дядей Юрой. И я очень рад, что за эти годы, а уже третий год, как мы дружим, он не только принял участие неоднократно в фильмах студии «Ночное такси» и собрал многие тысячи просмотров. А рад, конечно, я и тому, что уже два его альбома, а один из них всего лишь месяц назад, в этом 2015 году, уже изданный нами. Это очень важно. Я немножко в этих обвязках наших, так это называется в нашем языке обвязки, я же сказал, что это не пафосный концерт, рассказываю о технологии, по которой мы работаем. Я думаю, что для людей, которые интересуются современной музыкой, должно быть понятно и интересно то, что я скажу. Так вот, на самом деле мы совершенно не консервативная компания, хотя все удивляются, что мы выпускаем по сей день в огромном количестве компакт-диски и формата CD и DVD. Дело в том, что это окно в мир, этот диск. И все это размещается на самых современных хостингах файловой агрегации. То есть на тех самых больших платформах, откуда слушает и закачивает себе легальную музыку весь мир. И поэтому, когда у нас выходит компакт-диск, естественно, файлы отправляются в самые лучшие места, где это возможно. Это, естественно, iTunes в Соединенных Штатах Америки, это, естественно, Deezer в Париже, это Яндекс.Музыка в Москве. Я имею в виду, что плюс к возможности получить собственный физический носитель, все сразу уходит к миллионам людей. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, и я наверняка сегодня повторю еще эту цифру, студия «Ночной такси» каждый год производит чуть менее 900 музыкальных треков. Это для независимой музыки в России, для одной студии, абсолютный рекорд. Это не я так говорю, это говорят за границей наши партнеры. Примерно половина, примерно 450 треков – это видео, которые мы снимаем для вас практически ежемесячно. Вторая половина – это аудио. Оно, это аудио как раз и на дисках, оно и, естественно, в качестве файлов для порталов цифровой агрегации. Подчеркиваю, самых-самых больших в мире. И мне очень приятно, что сейчас весь этот большой музыкальный мир шагнул очередной альбом Юрия Алешечкина под скромным именем «Я иду». Перед тем, как Юрий выйдет на сцену, я передам микрофон Михаилу, потому что он написал замечательную рецензию о Юрии. И я очень хочу, чтобы он сказал два слова об этом замечательном музыканте. Наверное, со времен Владимира Осмолова не было веселой, хорошей городской песни, и дядя Юра как раз эту нишу заполнил, и будем надеяться, что будет заполнять ее дальше больше и лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ О, и ты степь широкая, степь раздольная. Волговольная Ой, ты Волгоматушка Волговольная Ой, ты Волгоматушка Волговольная Волговольная Ой, да не степной орел Поднимается Ой, да не казак Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диалог Осень любви, осень желаний Осень судьбы, прожитых лет Душу раскрыть, осень ранней Тихо шепнёт важный секрет Разворошив порох историй Запахи лет, вновь уловив Привкусы яд, первой ласт-стори Старый коктейль прошлой любви Он налетит, ветер мятежный Поразбросал листьев постей Приоподрив душу надеждой Словно глотком олиготель Растормошив ветви деревьев Предвосхитив их неглиже Благословив Танцем последним шорох листвы Шепот в душе И соблазнённый ласковым солнцем Чуть поплутав, чуть попутив Пьяный шальной Снова вернётся, не отыскав альтернатив Старый лесок Косы роняет Осень, недель, не уловив Возрастом празд Перегоняет нашу с тобой Осень любви Землю укрыт Вархатной прелью И повзрослев И под устат Поздняя осень Быстро старея Юной зиме Старый лесок Будет декабрь Будут мечели Будет дурги Белой пора Будет весна Март, апрель Эцетера Эцетера Будет весна Будет весна Март, апрель Эцетера Эцетера Следующий гость Нашего юбилейного фильма-концерта Замечательный автор-исполнитель И славного города Калининграда Евгений Любимцев Вот как-то так случилось Что, кстати, именно Благодаря Мише Мы и познакомились И это было, в общем, уже не вчера Это было, я точно помню, в 2007 году В Калининграде Миша, как человек деятельный Любящий хорошую музыку Организовывал там Один из музыкальных фестивалей Там мы познакомились с Женей Я послушал его на сцене И, откровенно говоря, был очень приятно удивлен Когда практически через Три года После этой встречи в Калининграде Мне позвонил Миша Я, как сейчас помню, что это было буквально Вот первые дни года Пять лет назад То есть зима была И сказал Александр Готович Женя хочет издать свою первую легальную пластинку На студии ночной такси Поверьте Мы с большим уважением Относимся к каждому человеку Который доверяет нашей продюсерской компании И подчеркиваю За 30 лет Не поменялись совершенно наши критерии оценки Мы занимаемся авторской музыкой Мы занимаемся музыкой независимой И поэтому считаем своим долгом Обязательно привечать и помогать И с точки зрения производства И с точки зрения наших медиа Тем людям, которые стремятся найти свою аудиторию Работая вот именно в этих музыкальных форматах И я был очень рад Когда мы сделали первый альбом Евгения Любимцева И также очень рад тому, что мы по-настоящему по-человечески подружились Уже пять лет практически ни одной съемки Он не пропускает здесь, на Санкт-Петербурге Очень важно, что каждый год выходит его альбом И, что важно, даже не по одному альбому в год Мы уже издали его DVD И в начале следующего года будет уже второй его DVD Который является собой микс из того видео Которое снимается на наших съемочных площадках Затем оно собирается, монтируется в одну DVD-пластинку И издается уже в качестве отдельного издания Это очень здорово, что все это продолжается И для меня очень важно, что Евгений Любимцев по-прежнему Очень трудолюбив, очень активен И материал, который он делает, по-настоящему интересен людям Потому что, с одной стороны, это материал в традиции А с другой стороны, это и авторские его песни Я передаю микрофон Михаилу, потому что он тот самый человек Из Калининграда Который, в общем, познакомил с калининградцем Евгением Любимцевым Питерскую студию ночной такси И хочу, чтобы Миша в первую очередь сказал два слова О том замечательном сборнике Который был издан буквально две недели назад Нами в серии классика русского шансона Потому что сборник комплектовал Миша И я могу сказать, что я в невероятной радости был Когда моя 76-летняя мама позвонила с невероятным восторгом От того, что она поставила это в плеер, который я ей подарил И не может оторваться от Жени Любимцева А это диск формата MP3 на 6 часов Слово Миша Дюков Это сборник называется «Классика русского шансона 4» Вошли туда песни Евгения Любимцева всех форматов Бардовская военная песня, блатная песня, белая мигрантская песня Поэтому весь пласт русского шансона там представлен Поэтому слушайте и получите удовольствие АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Закончился процесс и воронок, Блестит решетками веселая машина. А путь до зоны будет недалек, Всего семь суток, раз и ты в Сибири. А путь до зоны будет недалек, Всего семь суток, раз и ты в Сибири. Пятнашка строгого придем на рудники, Я не помру, я не такой уж старый. И чтоб не подохнуть от тоски, Возьму с собой разбитую гитару. И чтоб не подохнуть от тоски, Возьму с собой разбитую гитару. Идем по тракту, лес стоит густой, В карамане шабер, фирменный и тонкий. Навстречу мент, и пять сидит в кустах, И мажет мне охотничьей винтовкой. Навстречу мент, и пять сидит в кустах, И мажет мне охотничьей винтовкой. Идем по тракту, лес стоит густой, Возьму с собой разбитую гитару. Я шабер вынул и порезал шестерых, И вдруг лесник их закопал в канаве. Но жаль ему, не скоротил язык, А то б лежали, и не знал бы я печали. И вот я здесь, кругом мои друзья, И не гниют урановые гости. Стоят надежно наши лагеря, Привет и вам, и жду вас скоро в гости. Привет и вам, и жду вас скоро в гости. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Споём, жига, нам не гулять на воле И не встречать весенний месяц май Споём о том, как девочку-пацанку Большим этапом угоняли в дальний край Споём о том, как девочку-пацанку Большим этапом угоняли в дальний край Там далеко, на севере далёком Я полюбил пацаночку одну Я полюбил так нежно и жестоко Свою пацаночку забыть я не могу Я полюбил так нежно и жестоко Свою пацаночку забыть я не могу И вот идёт и так И уезжаю я И уезжаю я, быть может, навсегда Но ты не плачь, не плачь, моя пацаночка Ведь я уеду и заберу тебя Но ты не плачь, не плачь, моя пацаночка Ведь я уеду и заберу тебя И уезжаю я, быть может, навсегда Ах, боже ж мой, но кто тебя фалует Начальник мура или старый уркоган А может быть, ушла в расход налево И время это шмальнул тебя на ган А может быть, ушла в расход налево И время это шмальнул тебя на ган Но сроки кончились, вернулись уркоганы Вернулся он в далёкий милый край Но среди всех подруг он не находит друг Голубоглазую пацаночку одну Споём с джиган, нам не гулять на воле И не встречать весенний месяц май Споём о том, как девочку по сангу Большим этапом угоняли в дальний край Споём о том, как девочку по сангу Большим этапом угоняли в дальний край Большим этапом угоняли в дальний край Я, дорогие друзья, в начале сегодняшнего нашего фильма Говорил о том, что на этом месте рядом со мной Появятся те люди, которые обычно находятся за кадром Ну, это одна из функций сегодняшней картины Картина, которая знаменует собой 30-летие студии «Ночной такси» И, соответствующим образом, 5-летие нашего телеканала «Ночной такси» на YouTube Я пригласил сейчас сюда, на место ведущего Человека, который сразу сказал, что он будет стесняться Что он совершенно не медиен, но на самом деле я два слова скажу о его компании О нашем партнерстве, которое длится уже 5 лет И предоставлю ему слово для пожелания нашей огромной аудитории Рядом со мной замечательный скромный человек Это Дмитрий Шалимов, генеральный директор московской компании Которого есть название «Интерактив» Те, кто знают современную цифровую музыку и современную цифровую агрегацию Знают, что эта компания уже целое десятилетие Снабжает вас, подчеркиваю, абсолютно легальной, лицензионной, российской и зарубежной музыкой Которую вы можете пользоваться на всех порталах современной агрегации Я очень рад тому, что в этом году, кстати, исполняется ровно 5 лет Как мы работаем с Дмитрием и с его компанией И я очень рад тому, что вот это необычным путем обретенное тогда партнерство Оно позволило студии «Ночной такси» сделать и для музыкантов, и для зрителей, и для слушателей Очень много нового Компания «Интерактив» начиналась тогда, когда совсем еще все было в этом деле новым Они начинали с того, что размещали легальную музыку для файла обмена, для легального скачивания На порталах таких больших телефонных операторов мобильной связи, как МТС Затем они, естественно, развивались И что для меня очень важно, так это то, что именно благодаря Дмитрию и хорошей работе его сотрудников Вся продукция студии «Ночной такси» невероятным образом размещена на всех основных порталах международной цифровой агрегации Это, конечно же, и iTunes Store Это, конечно же, новый стриминговый сервис Apple Music Это Deezer, это парижский аналог и конкурент iTunes Store на Европу работающий Это Яндекс.Музыка в Москве И многие другие порталы, на которых размещаются наши файлы Что касается YouTube, то на YouTube мы, правда, работаем несколько раньше, чем мы подружились с Димой Но что особо важно, то скоро вы как раз те файлы, которые он агрегатировал, сможете тоже на YouTube, я имею в виду аудиофайлы Получать в новом стриминговом сервисе, который носит красивое название YouTube Red Красный почему-то он назван И он уже в начале следующего года откроется на Европу Благодаря сотрудничеству с Димой Наши файлы, то есть наше аудио тоже будет доступно там, где доступно уже много лет наше видео Я специально пригласил Диму, я очень рад, что сейчас он приехал к нам Именно для того, чтобы сказать свои пожелания нашей аудитории Потому что, поверьте мне, я очень благодарен ему и как человеку, и как руководителю Вот такой ультрасовременной компании, что мы обрели с Диминой помощью новые возможности Новые возможности, которые раньше были практически нереальны для традиционного музыкального бизнеса Все-таки, я еще раз говорю, мы занимаемся этим 30 лет И, конечно, когда-то была традиционная ситуация по выпуску кассет, затем дисков Традиционная дистрибуция, привычная Заплатил 3 рубля и купил кассету А вот благодаря Диме и его компании все это обрело новую и свежую кровь И я уверен, что новые наши проекты, новые площадки, на которых все это размещается И будет размещаться еще больше Это все то, что нужно вам, нашей аудитории И, конечно же, я с большой благодарностью Дмитрию Шалимову и его компании За то, что они делают совместно с нами уже целых 5 лет Поверьте, это очень много для современного цифрового рынка Эти 5 лет очень много Не говоря, что самому Ютубу всего 10 лет А мы уже 5 лет вместе с Димой работаем Поэтому после такого представления, которое я считаю обязательным и слово благодарности Конечно, я передаю Дмитрию микрофон Он не готовился к этому маленькому интервью Все, что он посчитает нужным сказать вам сейчас В день 30-летия студии «Ночной такси» В день 5-летия нашего канала на YouTube Он скажет сейчас на нашей камере в этом юбилейном фильме-концерте Спасибо огромное за такое шикарное представление В принципе, мы очень гордимся тем, что мы дружим с вашей замечательной студией По своему личному опыту скажу, что мало кто в нашей стране сейчас производит столько продукта Тем более в таком, скажем, непростом и серьезном жанре, как шансон Это очень приятно, это очень почетно И мы прикладываем все силы для того, чтобы ваш продукт доходил до вашего потребителя Это, скажем, непростая с точки зрения технической задачи И очень почетная Мы также не стоим на месте, мы развиваемся Кроме того, что перечислил Александр Я хотел бы сказать, что мы сейчас сделали новый сервис Так называемая РБТ-партнерка Которую активно развиваем Это полезно как и для артистов, как и для, скажем, для продвижения их творений в народные массы Так и для самих пользователей Это дополнительные возможности по установке понравившихся им треков, понравившихся их артистов Это для фанатской среды Это возможность установить эти, скажем, треки Наиболее, скажем, запоминающиеся отрывки этих треков К себе на гудок Это возможность как и при срабатывании самого звоночка Так и внутри при замене, скажем, как принято уже сейчас говорить, скучных гудков На полюбившуюся вам мелодию Вот этот большой сервис в партнерстве И при помощи, конечно же, наших операторов связи Большой четверки, так называемой Мы этот сервис реализовали Будем надеяться, что он будет полезен не только нам, но и, в первую очередь, нашим зрителям Вашим поклонникам, вашим фанатам, ну и, конечно же, артистам и их продюсерам Спасибо огромное за пять лет приятного труда Труда совместно, надеюсь, это продлится как минимум еще раз в десять больше Здоровья, успехов и благополучия Спасибо, спасибо Это Дмитрий Шалимов И он уже получил у нас за кадром Замечательный подарок Это как раз новейшие диски студии «Ночное такси» Это уникальные, отреставрированные только что альбомы Аркадия Северного Которые были изданы нами в качестве компакт-дисков к 120-летию сегодня рождения Сергея Есенина Поскольку Аркадий Северный там именно исполняет песни на стихи Сергея Есенина И я со значением подарил этот совсем недавно изданный диск Диме Потому что, когда это все было издано И эти диски были уже в Москве Мы очень хотели, чтобы это оказалось на iTunes именно день в день Именно благодаря его усилиям эти замечательные, уникальные альбомы оказались действительно 3 октября 2015 года в Америке, в Лос-Анджелесе, на iTunes И очень здорово, что они стали доступны миллионам людей Которые действительно, благодаря Диме, вовремя увидели этот релиз в современном цифровом качестве Это был Дмитрий Шалимов, московская компания «Интерактив» Спасибо Дмитрий Шалимов, московская компания «Интерактив» Влюбленный И мусора косятся на меня А город весь красивый и зеленый Любовь меня кусает, как змея А город весь красивый и зеленый Любовь меня кусает, как змея Влюбился в девушку, стал глупый, как овечка Хотел колечко ей на память подарить Но денег нет, не то, что на колечко Мороженое даже не купить Но денег нет, не то, что на колечко Мороженое даже не купить А в ювелирном, боже мой, красиво А в ювелирном деньги, как вата Родился бы я, братцы, ювелиром То в день, как не нуждался никогда Родился бы я, братцы, ювелиром То в день, как не нуждался никогда Родился бы я, братцы, ювелиром Я попросил колечко в магазине На пробу на два зуба прикусил И тут мне, братцы, просто подфартило Колечко, как конфету проглотил И тут мне, братцы, просто подфартило Колечко, как конфету проглотил Шагаю я по улице влюбленный Наручники надеты на меня А город весь красивый и зеленый Любовь меня кусает, как змея А город весь красивый и зеленый Любовь меня кусает, как змея А в ювелирном, ну, боже мой, красиво А в ювелирном теньке, как вода Родился бы я, братцы, ювелиром То в день, как не нуждался никогда Родился бы я, братцы, ювелиром То в день, как не нуждался никогда Родился бы я, братцы, ювелиром Родился бы я Родился бы я, братцы, ювелиром До ложного дела Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Была бы хата и много блата, а в хате куча парахлан Была бы соседка и с ней жакетка, все остальное трейн-травай Была бы жакетка, а в ней соседка, все остальное трейн-травай Эх, мы анархисты, народ веселый, и нам свобода дорога Свои порядки, свои законы, все остальное трейн-трава Эх, свои порядки, свои законы, все остальное трейн-травай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а сейчас дорогие друзья, я представляю вам первый сюрприз Первый сюрприз, их будет несколько в сегодняшнем нашем большом фильме-концерте, но самым первым на эту сцену выйдет замечательный человек Я очень надеюсь на то, что в 2016 году он не один раз появится на нашей съемочной площадке вместе с своей командой и очень надеюсь, что для записи альбома он появится в студии «Ночное такси» и мы сделаем его песни в хорошей современной, подчеркиваю, акустической версии. Замечательный человек Сергей Порощук, мой ровесник, человек, который тогда, когда мы начались, когда мы начались, я имею ввиду студии «Ночное такси» и всех, кто делает со мной эту работу, тоже начался. Он стал делать свою рок-музыку. Он музыкант еще не питерского, а ленинградского рок-клуба. Он занимается этим почти три десятилетия. Это автор, создатель и поныне лидер замечательной питерской команды «НЭП», которую, кстати, мы с Петром Миковым, который стоит за этой камерой, однажды снимали вместе. Было это очень давно. Было это на Пятом канале, тогда петербургского телевидения, так он назывался. В программе «Частная вечеринка», где вместе с другими командами рок-клуба, на дворе стоял 90-й год, впервые появилась и группа Сергея Порощука. «НЭП» жив и по сей день. «НЭП» популярен среди тех людей, которые действительно любят хороший, настоящий гитарный, драйвовый русский рок. Сергей Порощук никогда не изменяет себе. И мне очень важно, что сейчас он появляется на этой сцене, в прекрасном клубе А2, и мы услышим, как работает Сергей Порощук и его «НЭП» сегодня, 30 ноября 2015 года. Я очень благодарен Сергею за то, что он выбрал время и принял участие в нашем юбилейном фильме. Итак, Сергей Порощук и питерская группа «НЭП» встречаем. Божественный театр жизнь «НЭП» Тебя кидает вверх, а потом вниз, но это только игра. Бывает так, что только раздержись, делаешь первый шаг. Идёшь на ощупь, не видно риски Возьми из сердца огонь Поделись им и жги-жги-жги И вот она зима, и поздняя осень уносит, уносит Тепло уносит, и они не морят тебя Прощение и солнце забыть тебя просят А помнишь дни, помнишь часы Помнишь минуты, секунды, мгновенья Когда только ты Один на один Со своим вдохновением Это счастье и это боль Быть собой Не покряснуть во лжи Возьми из сердца огонь Поделись им и жги-жги-жги Вот она зима, и поздняя осень уносит, уносит Тепло уносит, и они не морят тебя Прощение и солнце забыть тебя просят ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как струною петь Как птицей Лететь в облака Как верить, любить Ты научишься Только сам В темноте, в пустоте Даже если вокруг Только враги Возьми из сердца огонь Поделись им и жги-жги-жги Вот она зима, и поздняя осень уносит Уносит Темно уносит, и они не морят тебя Прощение и солнце забыть тебя просят Наш юбилейный Фильм-концерт Фильм-концерт, посвященный 30-летию студии «Ночное такси» и одновременно Пятилетие нашего телевизионного Певицы, которые сейчас появятся здесь, на этой сцене в Санкт-Петербурге Уже в большинстве своем принимали участие именно в женской картине студии «Ночное такси» Начинаем мы с Натальей Сибирской Мне очень приятно, что эта певица появилась у нас Мне очень приятно, что первоначально, кстати, она не планировала записывать у нас видео Но зато в одном из сборников серии «Классика русского шансона», который, кстати, в качестве редактора занимается Михаил Дюков Она у нас появилась впервые в Санкт-Петербурге, побывала в эфире нашей радиостанции И мне было очень приятно, когда через некоторое время Наталья приняла решение о съемках у нас Вообще, что важно знать, так это то, что Наталья проживает в прекрасном городе Белово в Кемеровской области Она выступает и, в первую очередь, начала свой творческий путь именно в качестве детской поэтессы На многих сайтах есть ее стихи, именно детские стихи для детей И при этом она издала уже и не одну книгу детских стихов Ну и доброе слово, конечно, о Наталье Сибирской скажет сейчас Михаил Дюков Потому что он был именно компилятором, редактором того самого CD-сборника Куда входил самый первый Наташин альбом Ну, вообще, женщин в шансоне мало, поэтому это всегда интересно Новая исполнительница, с новым материалом Это хорошая эстрада, хорошие качественные песни Поэтому приглашаю слушать АПЛОДИСМЕНТЫ В обиду и зло, нестерпимую боль Пересилив себя, я прощаю И забыв обо всем, ставлю счетчик на ноль И к самой о себе возвращаюсь Возвращаюсь туда, где портфель на снегу Возвращаюсь туда, где апрель и в году Возвращаюсь туда, где себе я не лгу И по тонкому льду на край света бегу И по тонкому льду на край света бегу Обернувшись на время грехов и оков Лишь на время шаг замедляю И чужую себя на заклане врагов В чьей-то памяти я оставляю Возвращаюсь туда, где портфель на снегу Возвращаюсь туда, где апрель и в году Возвращаюсь туда, где себе я не лгу И по тонкому льду на край света бегу И по тонкому льду на край света Возвращаюсь туда, где портфель на снегу Возвращаюсь туда, где апрель и в году Возвращаюсь туда, где себе я не лгу Возвращаюсь туда, где портфель на снегу Возвращаюсь туда, где апрель и в году Возвращаюсь туда, где себе я не лгу И по тонкому льду на край света бегу И по тонкому льду на край света бегу На нашей сцене сейчас появится замечательная Московская поющая поэтесса Татьяна Лист Я всегда, когда представляю Татьяну на нашей сцене Рассказываю историю нашего знакомства Более четверти века связывают меня Хорошей нормальной человеческой дружбой Почеркиваю, нормальной человеческой дружбой С Владимиром Павловичем Осмоловым Хотя когда-то мы познакомились с ним Вот именно так, после его большого концерта В Петербургском дворце культур имени Ленсовета И я тогда был совсем еще юный человек Ну уже занимающийся музыкой Я пришел к нему за сцену Поскольку я любил и знал уже его кассеты И как-то так вот мы познакомились, подружились И все это не прерывается, подчеркиваю Уже на протяжении такого огромного числа лет И вот пригласил я для выступления в Германии Было это, в общем-то, совсем недавно В 2008 году Владимир Павловича Осмолова И он мне сказал Саша, а можно со мной поедет Татьяна? Это мой концертный администратор И я был очень рад этому знакомству И совершенно не думал, что через некоторое время Выяснится, что оказывается Татьяна сама пишет стихи И причем очень хорошую лирику, поверьте И при этом еще очень здорово поет Я совершенно всего этого не знал Татьяна нашла меня сама Это было, естественно, позже, чем в 2008 году Это было точно, могу сказать, когда В самом конце 2010 года То есть через два года после нашего знакомства И она впервые показала мне свой сингл Свои песни Мне это все очень понравилось Я пригласил Татьяну Лист для записи у нас Для записи видео Поскольку сама музыка записывалась В хорошей тверской студии И я не предлагал наших возможностей Но именно хотел, чтобы видео было сделано у нас Я очень рад, что ей понравился наш скромный труд И уже ни в одном фильме студии «Ночное такси» Есть замечательная Татьяна Лист И видео-версии из тех композиций Которые уже были созданы Но еще не были изданы И вот сейчас я пригласил Татьяну Для участия в этом ювелирном концерте Совершенно не случайно Именно потому, что в производстве Находится наконец-то Ее первый полноценный авторский компакт-диск Я абсолютно убежден, что песни из него Будут очень и очень популярны А многие уже с нашей скромной помощью и известны Потому что это действительно очень личностная Очень умная, очень хорошая работа Это хорошая современная женская лирика С прекрасными аранжировками С прекрасными филигранными стихами Музыку, кстати, для Тани Написали весьма известные музыканты На этой сцене сегодня появится Мой друг Володя Черняков Кстати, в этом альбоме есть музыка Для тайных стихов, которую написал он Естественно, и Владимир Павлович Осмолов тоже поработал И очень здорово, что буквально через неделю После нашей сегодняшней записи в Санкт-Петербурге Этот компакт-диск уже выйдет из печати И Татьяна, и наша публика Получат ее самый-самый первый авторский альбом И перед выходом Тани на сцену Конечно, два слова Михаила Дикова Потому что мы не скрываем, как все это делается Еще раз говорю, сегодняшний концерт Он совершенно честный и антипафосный То есть мы рассказываем, как мы работаем Ваше дело оценить наш труд Миша Рецензент Он журналист, который вдумчиво, спокойно Слушает то, что предлагает студия «Начнем такси» И смотрит, и подчеркиваю Абсолютно без всякой цензуры с моей стороны Как продюсера студии Он рассказывает об этой музыке Это тоже наша такая творческая особенность С Мишей и студия «Начнем такси» и Мишей Рассказывает то, что считает нужным То есть еще раз говорю Никогда в жизни я не поправлю Мишину рецензию, а мы с Мишей работаем Десятилетие вместе, я никогда не скажу ему Миша, ты должен написать так, так и так Он пишет так, как он считает нужным Я целиком доверяю ему Как профессиональному музыкальному и радиожурналисту И оттого интересно его мнение Которое появляется на одном из крупнейших сайтов На сайте классика русского шансона С которым мы сотрудничаем уже тоже второе десятилетие Поэтому очень важно, конечно, Мишину слово Миша, а Таня, ты писал в ней прекрасную рецензию Ну, опять же говорю, что женщин в шансоне мало И вот Таня профессионал Тонко отбирает тексты, тонко отбирает музыкальный материал Поэтому и диск, который я уже частично слышал Конечно, скорее всего, что многим понравится Понравится многим за запомнится Ты вновь меня винишь в непостоянстве Ты снова с укоризмою глядишь Но говоришь ты в пустоту, в пространство О том, что мне измены не простишь Пойми, я не его, я не твоя Ведь о природе суть моя За ночью день, а за зимою лето И никого не удивляет это Нельзя заставить перелетных птиц Не нарушать придуманных границ За ночью день, а за зимою лето Без перемен немыслима планета И как дитя природ я лечу Куда хочу и с кем хочу Как Камертон я не приемлю фальши Дитя природы, я ее струна Но что скажи мне, с нами будет дальше И в чем моя невольная вина Когда и ночью я, и днем Тебя целуя, думаю о нем За ночью день, а за зимою лето И никого не удивляет это Нельзя заставить перелетных птиц Не нарушать придуманных границ За ночью день, а за зимою лето Без перемен немыслима планета И как дитя природы я лечу Куда хочу и с кем хочу За ночью день, а за зимою лето И никого не удивляет это Нельзя заставить перелетных птиц Не нарушать придуманных границ За ночью день, а за зимою лето Без перемен немыслима планета И как дитя природы я лечу Куда хочу и с кем хочу За ночью день, а за зимою лето И никого не удивляет это Нельзя заставить перелетных птиц Не нарушать придуманных границ За ночью день, а за зимою лето Без перемен немыслима планета И как дитя природы я лечу Куда хочу и с кем хочу Ведь я природу я лечу Куда хочу и с кем хочу Студия «Ночное такси» всегда знакомит вас с дебютантами Вот сегодняшний дебютант, вернее дебютантка нашего юбилейного фильма Была приглашена сюда моим замечательным другом Володей Черняковым Володя тоже сейчас появится на сцене, конечно, обязательно с новой песней Но я без него ничего никогда не знал об Алене Гущиной Я только послушал ее песни, и они мне понравились Поэтому сегодня на сцене нашего юбилейного фильма-концерта На сцене прекрасного петербургского концертного клуба А2 Впервые Алена Гущина, Москва, встречаем Сквозь щели окон Пробивается ветер Письмо от тебя Не дает мне читать Он, видно, в глазах моих слезы заметил И хочет меня приласкать, а письмо разорвать А я и сама разорву его в клочья Да так, чтоб собрать даже опер не смог Три года ты ждал А ушел этой ночью С подругой моей По одной из дорог Раз, два, три, раз, два, три Год за два, год за три Раз, два, три, раз, два, три Слезы быстро утри Раз, два, три, раз, два, три Не рыдай, не реви Раз, два, три, раз, два, три Все еще впереди А ветер кружит В зимнем вальсе снежинки Раскрою окно И его запущу Ему, как тебе К сердцу ближе блондинки Я нравлюсь ему И все вольности сразу прощу Вернее тебя Этот ветреный ветер Он мой тот, что любит Надеется, верит и ждет Спасибо ему Что он есть на планете И утром обняв Поведет на развод Раз, два, три, раз, два, три Год за два, год за три Раз, два, три, раз, два, три Слезы быстро утри Раз, два, три, раз, два, три Не рыдай, не реви Раз, два, три, раз, два, три Все еще впереди Раз-два-три, раз-два-три Год за два, год за три Раз-два-три, раз-два-три Слёзы быстро утри Раз-два-три, раз-два-три Не рыдай, не реви Раз-два-три, раз-два-три Всё ещё впереди Раз, два, три Раз, два, три Год за два, год за три Раз, два, три Раз, два, три Слезы быстро утри Раз, два, три Раз, два, три Не рыдай, не реви Раз, два, три Раз, два, три Все еще Ну, а сейчас, дорогие друзья, конечно, я обещал вам сюрпризы Это, кстати, не все еще сюрпризы У нас появился на сцене уже и совсем недавно из группы НЭП ударно отработал легендарный Сергей Порошук и его питерская рок-н-ролльная команда Сейчас в качестве сюрприза на сцене появится мой друг Владимир Черняков Талантливый, добрый человек, продюсер, сам, кстати, организатор очень многих мероприятий и фестивалей Я дружу с Володей с 1994 года, уже 21 год Володя всегда, когда у него есть время, приезжает на съемки студии «Ночное такси» и наша команда, наша съемочная группа с удовольствием записывала его песни и в Париже, и в Берлине, и на многих концертных площадках Санкт-Петербурга, где мы вот уже такое огромное число лет снимаем для вас музыкальное видео шансона по-русски И я был очень рад, когда Володя позвонил мне, буквально за неделю до сегодняшнего дня, я сказал, Саша, а можно я приеду? Я очень был рад тому, что он приедет, потому что, еще раз говорю, наша логика заключается в дружбе и партнерстве с артистами, а не в попытке превратить музыку в какую-то специфическую коммерческую эстраду То есть никакой коммерциализации здесь нет, все это становится по-настоящему популярным и имеет, что называется, свою аудиторию, именно потому что это сделано так, а не иначе Именно потому что это незаданная искренняя песня, которая не пишется для того, чтобы она стала хитами Это песня, которая нужна людям, это песня, которая от музыканта стремится найти публику А поскольку мы компания и производственная, и медийная, то вот эта структура, она у нас за все годы никогда и не изменялась Поэтому на этой сцене я сейчас встречу Владимира Чернякова с новой песней И, конечно, его хорошо знает Михаил Дюков, он скажет тоже свое слово сейчас Несмотря на то, что Володя Черняков начинал как эстрадник, на самом деле, самый первый альбом Он очень хорошо вписался в жанр со своим тембром красивым и уже много лет в жанре, и он продолжает, это радует Наверное, мы оба неправы Кому только сердце судья Ушла ты в молчание направо Налево ушел молчая Мы стали с тобою чужими По чьей неизвестной вине Зачем же тогда твое имя Все чаще приходит ко мне Не подумали, не подумали Поспешили разойтись навсегда Не подумали, не подумали А года текут, как вода Не подумали, не подумали И вдвоем мы не пошли по судьбе Не подумали Только думаю о тебе Какой же туман нас окутал Недоброй своей пеленой Порою мне кажется, будто Ты все еще вместе со мной Я знаю, беда не разлука Пройдет только ты Улыбнись Зачем же тогда друг от друга Мы просто вот так отреклись Не подумали, не подумали Поспешили разойтись навсегда Не подумали, не подумали А года текут, как вода Не подумали, не подумали И вдвоем мы не пошли по судьбе Не подумали Только думаю о тебе Не подумали, не подумали Поспешили разойтись навсегда Не подумали, не подумали А года текут, как вода Не подумали, не подумали И вдвоем мы не пошли по судьбе Не подумали Только думаю о тебе О тебе О тебе Я, дорогие друзья, уже сообщал вам о том, что в сегодняшнем нашем фильме достаточное число представительниц прекрасной половины человечества Я очень рад нашему знакомству с той замечательной молодой женщиной, которая сейчас появится на нашей сцене уже не впервые Зовут ее Ольга Алмазова Это не просто певица Это в первую очередь, конечно, поэтесса Она исполняет только свой материал Это продюсер Это журналист Который совсем недавно приехал в Москву Она теперь живет уже в Москве Поэтому теперь мы говорим Ольга Алмазова, Москва Она занималась очень интересной Очень, я считаю, важной для многонациональной России журналистикой То есть журналистикой, в которой рассказывалось о различных меньшинствах национальных нашего русского севера, Сибири Все это очень важно Что человек посвятил этому годы своей жизни Приехал в Москву И открыл интернет-радиостанцию, которая у нас название «Голоса планеты» Очень добрую, очень искреннюю станцию Где представлена, в основном, конечно, авторская музыка Надо сказать особо, что Ольга Алмазова любит дарить свои песни И на съемках в Санкт-Петербурге ее песни уже пели различные певицы Причем самых разных возрастов, даже совсем юные Которые появились на нашей съемочной площадке только вот в этом 2015 году И поверьте, эти песни очень и очень полюбились публике И очень универсальные То есть даже совсем юные певицы В общем-то, взрослые песни, конечно, не написаны для исполнения подростков Но восприняли так, как надо То есть как должное Поэтому я с большим удовольствием всегда приглашаю Олю на наши концерты И тем более юбилейный сегодняшний, знаменующий 30-летие студии «Ночной такси» И пятилетие нашего телеканала на YouTube Конечно, не мог обойтись без Ольги Алмазовой Миша, ты видел уже ее, и поэтому твое слово перед тем, как Оля выйдет на сцену На самом деле, когда приходят новые авторы, это очень важно в жанре Потому что каждое новое имя, каждый новый исполнитель — это расширение и площадки, и расширение самого жанра Потому что три аккорда — это хорошо, но каждый новый исполнитель — это новая струя, это новое последующее поколение, которое вырастет на этих песнях и на этих исполнителях А по моим дорогам и по моим тревогам А ты меня узнаешь, и ты ко мне придешь И будет горя мало, да будет счастья много Ведь по моим дорогам ты ко мне придешь А ты не бойся моих дорог, воля вольная не уйдет А не хочешь, вот Бог, вот порог, смело иди вперед А ты не бойся моей любви, не печалься и не горюй Я пойму, да и Бог поймет, вот прости А за мои надежды, да за мои сомнения А ты меня полюбишь, и ты меня простишь И будут песни птицы в небо уноситься Да будет счастье вечное длится И будут песни птицы в небо уноситься Да будет счастье вечное длится А ты не бойся моих дорог, воля вольная не уйдет А не хочешь, вот Бог, вот порог, смело иди вперед А ты не бойся моей любви, не печалься и не горюй Я пойму, да и Бог поймет, Бог, прости А по моим дорогам и по моим тревогам А ты меня узнаешь, и ты ко мне придешь И будет горя мало, да будет счастье много Ведь по моим дорогам ты ко мне придешь И будет горя мало, да будет счастье много Ведь по моим дорогам ты ко мне придешь А ты не бойся в моих дорог, Воля вольная не уйдёт, А не хочешь, вот Бог, вот порог, Смело иди вперёд. А ты не бойся в моей любви, Не печалься и не горюй, Я пойму, да и Бог поймёт, Бог прости. Я сегодня обещал фильм-концерт сюрпризов, И вот очередной сюрприз в виде замечательного музыканта, замечательного, кстати, не только музыканта, но и радиожурналиста, сейчас появится на нашей сцене. Надо особо сказать, что я это делаю по просьбе, конечно, приглашения этого музыканта к нам сюда для съёмки, по просьбе огромного числа наших слушателей и зрителей, которые слышат его голос в большой минутной песенке-заставке радио-телепрограммы «Ночной такси». Меня, наверное, сотым вопросом уже задачили наши зрители, слушатели, кто же поёт песенку «Ночной такси». Ну, во-первых, я позволю себе рассказать историю этой песенки и с огромной удовольствием приглашу этого замечательного человека на сцену. Вообще, на самом деле, сразу говорю для истории, поскольку сегодня у нас такой фильм доверительно-исторический, вообще песенка «Ночной такси» написана журналистом, радиожурналистом, кстати, и тележурналистом тоже, зовут его Александр Григорьев. Вы можете видеть его теперь уже в качестве американского гражданина. Он достаточно много лет проживает в Америке и работает в государственной компании «Голос Америка» в русской редакции. Он работает там, но в своё время он работал в студии «Ночной такси» много лет. И когда мы открывали эту радиопрограмму, по моей просьбе он написал эту песенку. «Ночной такси, ничего не случится в дороге». И первым исполнителем этих стихов, написавшим, кстати, к ней музыку, был питерский певец и продюсер, который сейчас, очевидно, занимается тем же, но, правда, давно уже не слышал его песен, его зовут Антон Яковлев. Собственно говоря, первым исполнителем песенки «Ночной такси» Антон Яковлев и явился. Когда мы открывали вещание программы «Ночной такси» на московской сетевой студии радиостанции «Шансон», все это происходило 11 лет назад, в 2004 году, то для того, чтобы создать некий новый образ рубашки, так это называется на родильном языке программы «Ночной такси», все эти заставки, которые были сделаны, и короткие, и вот эта большая минутная песенка, они были переделаны в московской студии «Радио Шансон» очень хорошими людьми, прекрасными музыкантами Федоровыми. Они это сделали, потому что они делали рубашку для радио, и то, что было спето тогда Антоном Яковлевым, и то, что было записано с братьями-жемчужинами в 1994 году, все-таки с 1994 до 2004 прошло целое десятилетие, конечно, в сетевом эфире было показывать невозможно. Тогда мы познакомились, Федоровы очень дружили с ним, с замечательным человеком, который работал тогда на «Радио Шансон», зовут его Олег Булгак, и я с огромной радостью узнал, что, оказывается, он не просто радиожурналист и ведущий линейного эфира, а он, оказывается, еще и бард, который с гитарой прекрасно работает, поет. Федоровы передали мне его записи и сказали, «Саша, для тебя будет сюрпризом, что когда «Ночинает такси» пойдет в московской версии, то обязательно Олег Булгак споет». Я остался в восторге от этой песенки, мне это очень здорово понравилось, была изменена тональность, был изменен темп, это все стало более бодрое, чем было в оригинале, но песенка осталась той же. И с тех пор прошло 11 лет. Вы можете в невероятном тираже, в невероятном количестве услышать эту песенку, потому что, естественно, она и в сегодняшнем фильме тоже будет идти на титрах. Мы специально используем ее и в эфире нашей радиостанции «Шансон-24», и, естественно, на телеканале «Ночной такси» на YouTube. И я посчитал своим долгом, обязательно выполняя просьбу большого числа наших зрителей, пригласить замечательного Олега Булгака сюда на нашу сцену, для того, чтобы он спел не эту песенку, а, конечно же, свою авторскую песню в сегодняшнем нашем юбилейном фильме-концерте. Я не мог не выполнить обещания, которые дал нашим слушателям и зрителям. Голос Олега должен быть вам хорошо известен на информационной станции московской, который уносит название «Бизнес.ФМ». Как и я, он давно уже не работает в радиосети «Шансон» в Москве, но зато уже шесть с лишним лет работает на радио «Бизнес.ФМ». Станция не музыкальная, там он попеть не может, там он только работает в качестве диктора и радиожурналиста, зато попеть может здесь, на съемочной площадке студии «Ночной такси». С огромным удовольствием этого замечательного доброго человека, хорошего певца, прекрасного гитариста я приглашаю на нашу сцену. Притом сюрпризы с приездом на нашу съемку Олега Булгака совершенно не заканчиваются, потому что человек, который аккомпанирует ему, известнейший наш музыкант, музыкант шансона по-русски, это замечательный Гриша Заречный. Гриша аккомпанирует ему в песне Олега Булгака сейчас, а дальше я представлю вам Гришу отдельно, и он тоже споет для вас. Итак, Олег Булгак аккомпанирует Григорий Заречный. Москва. Слушаем. Август уже вовсю, Август сквозит в окно, Я пропустил опять Жизни своей кино. Скоро погасят свет, Хлынет с небес вода, Я ухожу от вас Может быть навсегда Когда я сойду с пути Туда распахну окно Дай, Господи, мне уйти Тебе же не все равно Тише самой тиши Тоньше завесы дня Слово во мне звучит Слово зовет меня Я ухожу домой Август к земле приник Осень рисует твой Благословенный лик Когда я ворвусь в эфир Бесплотной прямой стрелой Чем станет безумный мир Летящий на голос твой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Когда я ворвусь в эфир Бесплотной прямой стрелой Чем станет безумный мир Бегущий на голос твой Я знаком с замечательным человеком Григорием Заречным Уже почти 15 лет И я был очень рад Когда я позвонил Олегу Булгаку Это было совсем недавно На сегодняшний день съемки И он мне сказал Саша, а можно Гриша приедет со мной? Я пришел в невероятный восторг Потому что я совершенно не знал Что оказывается Они иногда выступают Большой Москве вместе И собственно Гриша Аккомпанирует Олегу Также конечно я хочу сказать о том Что Гриша Заречный Вне всякого сомнения Известен огромному числу Наших слушателей и зрителей Это талантливый Очень скромный, кстати, человек Родом из Ростова Который уже, правда, сейчас Живет довольно много лет в Москве Я познакомился с ним Когда-то на московской студии Компании Классик Компани Которая издавала тогда Его альбомы Под серийным названием Дальнобойщик Я знаю, что Гриша На самом деле сам устал От этой дальнобойной Автомобильной темы И он действительно устал Потому что Ну как-то его просили Издатели Давай продолжай Раз хорошо получилось Но на самом деле Несмотря на то, что он устал И хочет петь другие песни Несмотря на то, что он Изначально Вообще Всегда Работал как бард Как прекрасный гитарист Он великолепно владеет инструментом Он, конечно же Для большинства людей Известен Именно Вот по этой Автомобильной теме Я Не знаю И не уверен Будет ли он продолжать Хотя Время относительно записи Сегодняшней Как раз Нашей программы Вполне Автомобильно Дальнобойная Поскольку Не знаю Как уж будет дальше Но новая Программа Сбора денег С дальнобойного населения По имени Платон Плата за тонны Вызывает Невероятное Недовольство Автомобильной Грузовой общественности Поэтому Когда На нашем сайте Было указано Что мы пригласили Гришу Заречного Я столкнулся Со 101 вопросом А напишет ли Гриша Песню про Платон Это я совершенно не знаю Но знаю другое Этот замечательный человек Приехал на нашу съемку Приехал на наше 30-летие И я с огромным удовольствием Приглашу его на сцену Два слова о нем Конечно же От Михаила Дюкова Ну кстати Продолжая тему Платон Олег Булгак Уже за сценой Пообещал написать Гришу Заречному И песню Поэтому Наверное Скоро мы ее увидим И услышим Пока встречаем Гришу Заречного Если жизнь вдруг На дыбы Встанет И все гайки Завернет Тупко Если Бог На небесах Занят Надо просто Позвонить Другу И ответа На звонок Поздний Как спасательного Ждать Круга И пускай Жена ушла Да Бог с ней Надо просто Позвонить Другу И тогда Ты поймешь То, что ты Не один И окажется Нужная Вовсе Ненужным Есть такое Понятие Дружба Мужчин Настоящих Мужчин Настоящая Дружба Не подвластная Времени Будто Коньяк Что становится С возрастом Лучше И крепче И отступит Хандра И душе Станет Чуточку Легче Ну и пусть Пыряет жизнь Слобно Разбивая Как стекло Счастье И проиграны Дела Словно Нет в колоде Карт Твоей власти Пусть на землю Упадет Небо И заплачет На душе В юган Просто помни Где бы ты Не был Надо взять Да позвонить Другу И тогда Ты поймешь То, что ты Не один И окажется Нужное Вовсе Ненужным Есть такое Понятие Дружба Мужчин Настоящих Мужчин Настоящая Дружба Не подвластная Времени Будто Коньяк Что становится С возрастом Лучше И крепче И отступит Хондра И душе Станет Чуточку Легче Редактор субтитров И тогда ты поймешь На нашей сцене появится сейчас талантливый автор-исполнитель из Краснодара Михаил Серебро. Я услышал его песни, наверное, лет шесть или семь назад, и они мне по-настоящему понравились. Самобытность, большой вокальный опыт, владение инструментами, совершенно разная музыка. Где-то очень хороший ресторан, а где-то и очень хорошая эстрада, и даже что-то близкое к русскому року. Многогранный исполнитель. Мы несколько лет, кстати, договаривались с ним о участии в наших съемках, я думаю, наверное, года три. Я был очень рад, что когда мы объявили о юбилее студии «Ночное такси», нашим дебютантом стал Михаил Серебро. Также, дорогие друзья, он третью композицию в своем сете, в своем выступлении сегодня, будет работать вместе с музыкантом Александром Анпиловым, с которым он и приехал на эту съемку. Александр Анпилов тоже наш дебютант. Он музыкант из города Анапа родом. И, что немаловажно, человек, повидавший жизнь, повидавший войну, в свое время прошедший Афган. И для меня очень было важно, что он решил присоединиться к Михаилу Серебром и побывать на нашей сцене в наш праздник. Музыкант, кстати, тоже очень разнообразный. И работает он в разных стилях, работает на разных инструментах, на клавишных, работает на гитаре. Ну и, что немаловажно, ту композицию, которую они будут исполнять, именно Александр Анпилов и написал. Я специально надел очки и говорю о том, что стихи Михаила Серебро, а музыка именно приехавшего с ним нашего дебютанта Александра Анпилова, что очень важно. Это будет как раз третья композиция их номера. И я уверен, что все это будет интересно для вас. Итак, встречаем Михаил Серебро и затем его дуэт с Александром Анпиловым. Я вольная птица, Господь не позволит Отнять мою волю, летать над землей. Для неба родится счастливая доля, Но хуже неволи родиться змеей. Для неба родится счастливая доля, Но хуже неволи родиться змеей. Коварной породы, носителей яда, Хранителю клада, обитель нора. Мне же ветер свободы, святая награда, И легкой отрадой мне верность пера. Мне же ветер свободы, святая награда, И легкой отрадой мне верность пера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Деревья в пожелтели кроны, Прохладней стали вечера, И опустевшие перроны Безлюдно в парке городском, Листвой усыпанной аллеей Тоскливым тихим голоском, Тоскливым тихим голоском, Скрипят забытые качели, А было лето, как вчера, Оно казалось, будет вечно, Пора свиданий до утра. Мы были веселы, беспечны, Теперь не те уж времена, И дни похожи друг на друга, Туманов бледных пелена, Да крики птиц, Летящих к югу. Нависла пасмурная мгла, Нависла пасмурная мгла, И под дождем азяв прохожий, Забота о прежних и делах, Усталый день, что нами прожит, Пришли холодные ветра, Пришли холодные ветра, И верить хочется в приметы, Такая грустная пора, Нам не вернуть былого лета, А было лето, как вчера, Оно казалось, будет вечно, Пора свиданий до утра. Мы были веселы, беспечны, Теперь не те уж времена, И дни похожи друг на друга, Туманов бледных пелена, До крики птиц, Летящих к югу. А было лето, как вчера, Оно казалось, будет вечно, Пора свиданий до утра. Мы были веселы, беспечны, Теперь не те уж времена, И дни похожи друг на друга, Туманов бледных пелена, До крики птиц, Летящих к югу. На нашей сцене появляется музыкант, Который также работает с нами впервые. Музыкант приехал к нам из Екатеринбурга. Это Евгений Лоскутов, Человек, который очень интересно пишет, И я очень рад тому, Что наше знакомство состоялось. Еще более я рад тому, Что те знакомства, Которые происходят заочно, Сегодня воплощаются в жизнь, И в профессиональное видео на нашей сцене. Поэтому я с большим удовольствием Предлагаю вам послушать песню В исполнении Евгения Лоскутова. Евгений Лоскутов, Екатеринбург. Встречаем. Евгений Лоскутов, Екатеринбург. Евгений Лоскутов, Екатеринбург. А завтра ты, а завтра я, А завтра жизнь у нас своя. Сегодня ты, сегодня я, Сегодня мы на ночь семья. А завтра ты, а завтра я, А завтра жизнь у нас своя. Ничто не бывает случайным, Быть может, не все впереди. Семейный очаг знает тайны, Его мы сейчас разожгли. Обиды, упреки, все прочь, Ты мне о любви расскажи. Как быстро проходит ночь, Для нас это целая жизнь. Сегодня ты, сегодня я, Сегодня мы на ночь семья. А завтра ты, а завтра я, А завтра жизнь у нас своя. Сквозь леса, потелые окна, Сквозь красный бокал вина. С завистью и упреком Смотрит на нас луна. Сегодня ты, сегодня я, Сегодня мы на ночь семья. А завтра ты, а завтра я, А завтра жизнь у нас своя. Сегодня ты, сегодня я, Сегодня мы на ночь семья. А завтра ты, а завтра я, А завтра жизнь у нас своя. Дорогие друзья, очередной блок, посвященный прекрасной половине человечества, сейчас вновь на сцене нашего юбилейного фильма, на сцене юбилейного фильма-концерта, посвященного 30-летию студии «Ночной такси», который мы снимаем в Санкт-Петербурге, в замечательном музыкальном концертном клубе А2. Я уже говорил о том, что мы специально так подготовили нашу большую программу. Еще раз скажу, нумерология такая интересная наука. Тут все складывалось так. Сегодня 30 ноября 2015 года. Студии «Ночной такси» действительно исполнилось 30 лет. В программе принимает участие 30 музыкантов. И поэтому мы сделали таким образом, что есть женские блоки. Почему мы поступили именно так? Дело в том, что, начиная с 2013 года, мы делаем специальную женскую картину, которая носит название «Джазь только девушки». Я даже сам не веду ее, поскольку у нас есть для этого замечательная девушка, прекрасная питерская ведущая, конферансье, журналистка Алиса Шер. И, естественно, все посвящено там только прекрасным дамам. Прекрасные дамы поют музыку, прекрасные дамы танцуют, аккомпанируют. И все это весьма и весьма интересно. И, естественно, для нашего сегодняшнего явления фильма мы пригласили певиц, которые уже с нами работали вот в этом большом фильме. И так вот, что называется, Блокова. Показываем их вам. Первая певица в новом, это уже второй в сегодняшнем фильме такой блок, певица – это Татьяна Волкова. Для меня очень важно, что мы подружились с Таней. Она приехала к нам из замечательного города Пинска. И, что интересно, что она человек, который не сразу пришел к музыке, хотя, очевидно, давно пел дома. По специальности она юрист, адвокат, кстати. И вот так, как она сама сказала, у нее открылось второе дыхание. Она захотела исполнять свои стихи на сцене. И, вы знаете, очень в этом деле преуспела. Я честно могу сказать, что я бы ни за что не поверил, что Татьяна Волкова, певица, которая только-только начинает свой творческий путь, я бы, наоборот, подумал, что эта певица опытная, просто я о ней ранее не знал. Я очень рад, что она приехала к нам вновь на наш праздник. И с большим удовольствием, конечно, приглашаю ее на нашу сцену. Татьяна Волкова, наш гость из Беларуси. АПЛОДИСМЕНТЫ Луница, моя головка, его с муглому плечу. Кажется, что я девчонка птицей вольною лечу. Ах, как хорошо нам вместе Сохранить бы, да не растерять Ожидает жених, а невеста ждет Расцела на кровать Тянутся губам любимым Губы, чтобы в поцелуи жить Вериться, что буду с милым Долго радостная жить Ах, как хорошо нам вместе Сохранить бы, да не растерять Ожидает жених, а невеста ждет Расцеля на кровать Тешится в душе надежда Теплится в сердечке огонек Сбудутся гадания прежде Чем назначенный им срок Ах, как хорошо нам вместе Сохранить бы, да не растерять Ожидает жених, а невеста ждет Расцеля на кровать Клонится моя головка К его смуглому плечу Кажется, что я девчонка Косы черные распущу Ах, как хорошо нам вместе Сохранить бы, да не растерять И извечно любящая женщина ждет Расцеля на кровать На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на На земле холодные ветра Проникают через щели в души Нам от них так холодно всегда Холода и ветры злые душа Но еще один есть только шанс Он один из тысячи, как прежде Вера и любовь спасают нас Согревает только лишь надежда Но куда угрыться в холода Где приют, пристанище не знает Веры нет, любовь уже ушла А надежда тает, тает, тает Веры нет, любовь уже ушла А надежда тает, тает, тает В одиночестве живем мы на земле Понемногу мы уже уходим Холода и ветры сделали свое У живых надежд в жилах вроде Где остыщим чувством взять огня Быть такими не хотим, как прежде Ждем, когда подуют теплые ветра Забелеют паруса надежды Но куда укрыться в холода Где приют, пристанище не знает Веры нет, любовь уже ушла А надежда тает, тает, тает Веры нет, любовь уже ушла А надежда тает, тает, тает Никогда ни злоба, ни вражда Никогда ни месть и ни злодейства Подарить не смогут нам тепла Зародить веру, любовь, надежду Но пройдут холодные ветра Все от нас зависит, точно знаю Теплый ветерок подул с утра Паруса любви, надежды, знамя Но куда укрыться в холода Где приют, пристанище не знает Вот сильней подули теплые ветра Вера и любовь, надежда с нами Вот сильней подули теплые ветра Вера и любовь, надежда с нами 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 Аплодисменты Ты пойми меня Тихо позовёшь Я приду туда, где ты Где туман, где клён, где ждёшь И опять мы дозовим Про любовь проговорим Позови меня туда Позови Позови меня туда Позови Там, где были мы Там давно нас нет До сих пор ищу Я любви той свет Но песня молодость Дарит встречу нам Там, где клён шуты Мы влюблялись Песня Из каждого окна Из каждого двора Доносились до меня Те слова любви слова Старой любовь прошла Опустел наш старый клён Эту песню ты мне пел Был влюблён Эту песню ты мне пел Был влюблён Там, где были мы Там давно нас нет До сих пор ищу Я любви той свет Но песня молодость Не кончается Там, где клён шумит Продолжается Через много лет Через много лет судьба Подарила встречу нам Ты один был я одна Дождь перрон Ночной вокзал Всё, что ты сказать хотел Я читала по глупам Ты позвал меня туда Ты позвал Ты позвал меня туда Ты позвал Там, где были мы Там давно нас нет До сих пор ищу Я любви той След Но песня молодость Не кончается Там, где клён шумит Продолжается 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 Там, где клён шумит Там давно нас нет До сих пор ищу Я любви той Твой след Но песня молодость Не кончается Там, где клён шумит Шумит Воскрещаемся Женскую тему в нашем сегодняшнем фильме концерте продолжает замечательная певица Поэтесса Композитор из Москвы Ксения Деви Ксения также работала уже у нас Я уверен, что она работать будет и далее И мне кажется, что наша студия просто обязана поддержать эту молодую и талантливую женщину Потому что то, что она делает, очень-очень интересно И по-настоящему, на мой взгляд, это и есть то, что надо называть шансоном То есть настоящий шансон с таким вот хорошим французским оттенком Это то, что умеет делать Ксения И я абсолютно убежден, что я здесь прав Она только начинает свой творческий путь Мы приложим немало усилий для того, чтобы ее музыка стала известна Миша, ты ведь уже видел записи Ксении у нас на канале, поэтому я с вами передаю микрофон Ну вот вы уже отметили, что вот эта вот французская тема Все-таки много можно спорить, шансон это понятие русское или привнесенное из Франции Но шансон по-русски, Ксении Диви, смотрите и оценивайте сами Субтитры сделал DimaTorzok Мы в объятии тесном По паркету скользили В ритме четкого шага Всем запретом на слов Под биение сердца Мы почти полюбили Аргентинское танго Нас на скалы несло Обношенное танго Без конца и начала Оголенные чувства Под холодной луной Для любви лишь приманка Ее тень у причала Ты сказал только танго Между мной и тобой Виноградной лозою Я тебя обвивала Ты держа меня страстно На дуэль вызыва Оприненной грозою Я тебе отвечала Раскараясь напрасно Ты со мной лишь играл Обношенное танго Без конца и начала Оголенные чувства Под холодной луной Для любви лишь приманка Ее тень у причала Ты сказал только танго Между мной и тобой Круг рисуя вслепую На вожденье разбилось Я почти не дышала Я почти не дышала Ты глаза опустила Встретил музу другую Танго вновь закружилась Тихо сердце стучало Вспоминая мотив Обношенное танго Без конца и начала Оголенные чувства Под холодной луной Для любви лишь приманка И опять все сначала Ты сказал только танго Но уже не со мной Тихо сердце стучало Сегодня на арене На камбуках и в коже Перед большой охотой Стою как в первый раз Вокруг мелькают тени Опасные быть может На смелых поворотах Судьба дает мне шанс Сегодня на арене Впервые перед вами Мадмуазе лишений С пантерами и львами Сегодня на арене, впервые перед вами Мадмуазель и Жени с пантерами и львами Я делаю попытку, вольер вступая ближе И взмахивая плетью, твержу себе, не трусь Шагаю, как по нитке, взглянув на мир бесстыше Я расставляю сети, но все еще боюсь Сегодня на арене, впервые перед вами Мадмуазель и Жени с пантерами и львами Сегодня на арене, впервые перед вами Мадмуазель и Жени с пантерами и львами Двери наступают, кольцо сжимая крепче С улыбкою маркизы, я делаю им знак Все лишнее снимаю, расправив гордо плечи Я им бросаю вызов и ставлю все в абанк Сегодня на арене, впервые перед вами Мадмуазель и Жени с пантерами и львами Сегодня на арене, впервые перед вами Мадмуазель и Жени с пантерами и львами Мадмуазель и Жени с пантерами и львами Голос бархатный и нежный О, не молчи, обманывай, чаруй И я опять прощу твой тайный, грешный Поймавший мои губы поцелуй Не говори мне только о любви Не доверяй словам восторг и муку И лишь однажды сердце сквозь разлуку Не громко мое имя назови Ты расскажи мне об ушедшем лете Как пела утро, что шептала ночь Еще ползлова и никто на свете Уже не в силах будет нам помочь Не говори мне только о любви Не доверяй словам восторг и муку И лишь однажды сердце сквозь разлуку Не громко мое имя назови Не громко мое имя назови Не говори мне только о любви Не говори мне только о любви Не доверяй словам восторг и муку И лишь однажды сердце сквозь разлуку Не громко мое имя назови С большим удовольствием я приглашу сейчас на нашу сцену Очень хорошего музыканта Именно подчеркиваю музыканта И вокалиста конечно Он не пишет никогда сам для себя стихи Великолепно делает музыку Умеет очень хорошо работать в аранжировке И обладает удивительным чувством настоящей русской песни Мы были знакомы заочно И подружились Зная заочно в Москве Кстати, зная по Москве вернее друг друга В общем-то тоже уже не вчера Все это происходило в 2011 году Мне было очень приятно, что Андрей Мороз Сначала приехал к нам на съемки А через некоторое время стал издавать в нашей студии свои альбомы Вот кстати этот уходящий 2015 год Стал для него вообще очень серьезным годом Поскольку в течение этого года Было выпущено сразу два его альбома И один из них был издан буквально за две недели до сегодняшней съемки Андрей Мороз Поющий московский композитор Человек с очень хорошей и богатой историей творческой И что немаловажно Что тот самый свежий альбом О котором я вам рассказываю Был создан на стихи очень известного московского поэта-песника Михаила Кедровского Наверняка Кедровский для тех, кто знает хорошую русскую песню Конечно, является человеком более чем знакомым Поскольку стоит только сказать старое кафе Которое с напева Саши Кальянова Уже с 1987 года поют везде Сразу будет понятно, кто такой Михаил Кедровский Специально на его стихи написал свою музыку И очень добротно все это аранжировал и записал Андрей Мороз Я очень был рад, когда он совершенно неожиданно для меня Поскольку мы не ожидали его приезда сюда Буквально за полторы недели до сегодняшнего дня Сказал о том, что он приедет и будет участвовать в нашем юбилее Итак, это Андрей Мороз, Москва Встречаем Аплодисменты Ветер 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 И быстрей к милой звёздной тропой. Расскажи ты ей, потерял покой. Расскажи ты ей, потерял покой. Где же ты, любовь, что не идёшь? Вновь душа волнуется, болит. Расскажи ты, сердце лёд, милая, меня услышь. Расскажи ты, сердце лёд, милая, меня услышь. Песня, песня тихая. Душу, душу мне согрей. Пропадаю я от любви своей. Пропадаю я от любви своей. Где же ты, любовь, что не идёшь? Вновь душа волнуется, болит. Расскажи ты, сердце лёд, милая, меня услышь. Растопи своём ты, сердце лёд, милая, меня услышь. Ночка, ночка тёмная, мхом ты пути растели. Расскажи ты, любовь моя, поскорее приходи. Ты, любовь моя, поскорее приходи. Где же ты, любовь, что не идёшь? Растопи своём ты, сердце лёд, милая, меня услышь. Растопи своём ты, сердце лёд, милая, меня услышь. Растопи своём ты, сердце лёд, милая, меня услышь. На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенад и рапсодий На дорогах трёхцветных огней Позабудьте дневные тревоги Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ночное такси Сегодня и всегда С Александром Фруминым Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова